Всем привет, народ! Сейчас мы немножечко с вами поговорим про LM. Я вам рассказывал уже про все типы моторам, про всякую там хронологию, хринологию и прочее. И сейчас, наконец-то, спустя вот целый год, а нашему каналу уже год исполнился, я вам расскажу о LM шасси и LM кузовах. Я там рассказывал, естественно, что такое LM, как это выглядит, но на пальцах это сложно объяснять. Вот сейчас покажу наглядно, научно и так далее. Первое, что хотелось бы отметить, LM это отдельная каста. LM это, я бы назвал это вершиной, наверное, вершиной производства, вершиной технологий, вершиной мини-зетов, скажем так. Вот, с некоторыми там, конечно же, исключениями и поправками. Если формулу можно назвать прям вообще космосом, то LM это космос, который нам доступен на Земле. Вот, у нас сейчас тут, получается, два кузова, шассика. Вот, и, собственно, первое, с чего хотелось бы начать, почему LM, в принципе, отличается от обычных мини-зеток. Вы можете, вы можете легко построить LM-ку на базе обычной шассики MR03, там, либо MR02. Для этого вам понадобится, получается, если мы говорим об MR03, а все мои подписчики уже знают, что такое MR03, вот, нам понадобится широкая передняя часть, и, кстати, мы о широких узких частях поговорим немножечко в другом видео. Нужна широкая часть передка и LM-моторама. Сейчас немножко света добавлю. LM-моторама выглядит вот так. Так, мотор у нас полностью чешет пузом, скажем так, по поверхности, по которой перемещается. LM-моторама может выглядеть вот так вот в алюминии. LM-моторама может выглядеть вот так в стоке, в пластике и с обычным мотором. Возвращаемся к вопросу. Можно ли построить LM-ку на базе обычной шассики? Да, можно, но это будет не совсем канонично. По одной простой причине. Вот это у меня тюнингованная, скажем так, затюнингованная, затюненная LM-ка, да? Вот тут у нас шариковый дифференциал, настраиваемый, все дела. У нас тут алюминий, там, этот suspension plate, как бы это сказать попроще. Короче, пластина, шасси, пластина, подвеска у нас тут очень такая непростая. У нас тут база 98, хотя для LM-м нужна 102. Но, в принципе, в общем смысле, если у вас есть MR-03, либо там MR-02, вы можете построить LM-ку. Однако, есть один момент, который очень сильно отличает шасси с мотором LM от настоящей LM. Это такая простая деталь, как длина вот этого вала. Этот у нас дифф-шафт, он получается, по-моему, либо на 2, либо на целых 4 мм длиннее, чем обычный вал. То есть, я думаю, вот даже вот так будет видно. Там около 4 мм. Но если я ничего не путаю, может 2, может 4, это не суть важна. Смысл в том, что этот вал шире. Он шире, прям капитально шире. Это мы не сможем обыграть дисками. Это первый момент, который отличает LM от просто моторамы LM. То есть, машина полностью Le Mans, да, так называемая. Здесь, кстати, заложено сразу 2 понятия. То есть, и Le Mans, то есть, кузова Le Mans, круглосуточная углонка 24 часа. И также LM, это означает, что low motor. То есть, мотор у нас находится на уровне поверхности. Так вот, первое, это ширина вот этого вала. Он шире, и его нужно будет искать отдельно. Вот, да, можно снивелировать, можно как бы поуже поставить. Но тогда и кузов не особо будет смотреться. Это первый момент. И второй момент, ну, естественно, сам кузов. То есть, сейчас, на следующий день, на 2022 год, уже у нас Audi R8 считается прям полноценной LM. Прям круто, классно, все дела. Но раньше, когда трава была зеленее, только вот эти кузова считались LM. Вот. Но дело не в кузове. Смысл LM в том, что у нас здесь в пределах одной шаськи разный диаметр колес. То есть, задние больше передних, причем так на порядок. Естественно, задние колеса шире. Естественно, под них резина более жирная подбирается. Вот. То же самое касается Mercedes. Это у нас Mercedes. Это у нас, получается, Porsche 962 или 956. Я сейчас точно не скажу. Это у нас Mercedes получается. Вот такой красивый. Я не вижу смысла особо останавливаться на их внешности. Они по внешности все разные. Они под конструктивом немножко разные. Но это не имеет значения, потому что, ну, LM кузов, вы всегда, вы поймете, что это LM. Единственный нюанс еще есть, что вот эта часть, она может на некоторых кузовах LM отличаться, отсутствовать, и, соответственно, амортизатор, амортизатор задней подвески может присутствовать, как в данном варианте, либо может отсутствовать, если кузов не позволит его поставить. На ходовые характеристики это влияет очень по-разному, но это уже выбор за вами, скажем так. Вот. И, соответственно, то есть жесткость подвески, ее работа там и прочее, всякие шайбы трения и прочее, прочее. Здесь тоже у нас есть амортизатор. Здесь была шайба трения из карбона. Я ее убрал отсюда. Вот. Сюда точно так же можно накинуть этот кузов, но по вылету колес немножко не подходит. Но вылет полбеды, а вот диаметр, разный диаметр колес, это очень важный такой момент. Собственно, LM-ки вообще, в принципе, это отдельная каста, это отдельный, так скажем, космос, я не боюсь этого слова, потому что вот они вот такие. Они прекрасные, они классные, они мега широкие. Это, наверное, самая широкая модификация кузовов Minizet. Они остаются в том же масштабе, то есть они не выходят за поддела масштаба, но при этом это вот такой вот кирпичик, кубик и так далее. И, тем не менее, они немножко даже могут отличаться по длине. Естественно, они будут отличаться по модификации там, то есть по спойлерам. Спойлера бывают за пределами кузова, бывают как часть кузова. Вот такие все моменты. Как это влияет на ходовые характеристики? Я отснял достаточно видеоматериала конкретно с вот этой машиной, и сразу вас обрадую, я вам это не покажу. Не покажу, потому что это не имеет никакого смысла. Причина проста. Что бы я вам не показывал здесь, сколько бы я это ни доказывал, ни рассказывал, в течение уже целого года, а нашему каналу напомню, целый год, да? Кстати, эти машины еще поширене разные. Ну ладно. Все мои слова и все мои видеоролики не имеют никакого смысла. Вы должны сами попробовать каждую из этих машин, потому что слова – это слова, а личные ощущения – это совсем другое. Это вот вообще другая тема, и я желаю каждому попробовать Mini Z вообще в целом, но и Mini Z LM. У меня здесь есть небольшой паспорт, это по Мерседесу, и из такого интересного, что я хотел бы отметить, ширина спереди у него 75,4 мм, сзади ширина 75,6 мм. То есть, это хренал день, очень и очень широкая. Вот. Она широкая как в передней части, так и в задней части. То есть, почти 80 мм. Это очень большая, скажем так, очень широкая такая, панкара, можно сказать. То есть, машина, которая плоская снизу, плоская сверху и так далее. И немножко окунемся в историю, да. У нас, собственно, LM родилась из обычной MR-02 в MR-01, в MR-015, а вы уже знаете, что это такое, да. Собственно, LM-вариант невозможен. Почему? Потому что, в первую очередь, там ширина и тоси-боси, но, естественно, моторама. Моторама здесь особенная. Она была рождена именно, начиная с MR-02, потом появилась до MR-03. Вот. И ширина вот этого вала, ширина передка. Вот. Поскольку у нас на MR-03 есть вариативность, то здесь применяется, в отношении LM применяется только широкий передок. Но для вас это все будет сложно, поэтому покажу проще. Есть просто MR-02 в исполнении LM, то есть Low Motor, либо LEM-MANS. Опять-таки, повторяюсь, мотор у нас на уровне пола. Ширина заднего вала очень и очень много. Причем, вот опять же, повторяюсь, это не вылет дисков. Вот эта разница, это не вылет дисков, это именно длина этого вала. Зачем все это надо? Опять же, повторяюсь, видос я вам не покажу. Я желаю каждому из вас попробовать это. Ну, то есть, я не вижу смысла в этих видео по той простой причине, что это до одного места. Если вы попробуете сами, это будет, ну, то есть, ваши личные ощущения, это будет в разы, в разы лучше, чем все мои роскости, все мои видео. Я вам просто показываю, как это выглядит. Вот так выглядит LM-шасси, вот так выглядит LM-кузов. Он может быть такой, такой. Шасси может быть такая, либо такая. Но это, в принципе, и все, что я хотел рассказать об оборудованиях. Мы сейчас можем, в принципе, попробовать включить, покататься по столу. Но я уверен, что это будет совсем хреновые покатушки. Очень плохой выворот. Очень, ну, не плохой, в смысле маленький. Очень маленький выворот у этих машин. Но при этом очень низкий силуэт. И очень дикий, прям дикий респонс. То есть, да как же, реакция на газ. Но, я думаю, вы увидите. То есть, динамика у этой машины, я не успеваю тормоза нажимать. Я постараюсь ничего тут не разбить, поэтому покатушка такая себе. Вот. Еще раз повторяюсь, ну, не вижу я смысла вам показывать о том, как круто это ездит. Это надо ощутить, попробовать. Желаю каждому из вас попробовать. И даже больше скажу, если вы живете там в Москве и область, то, пожалуйста, приезжайте ко мне в гости. Без проблем можно покатать такие машины. Да, любые из мини-зетов. Мне никогда не жалко их там покатать какое-то время, чтобы вы попробовали это сами. ЛМ-ка по моим ощущениям, да, к сожалению, я сейчас выскажу свое личное мнение на своем собственном канале. По моим ощущениям, это космос. В каком плане? Во-первых, из-за аэродинамики и вот этого строения она примагничивается почти к любой поверхности. То есть, у меня здесь стоят в данный момент шины достаточно дубовые, но тем не менее они очень хорошо липнут к ламинату, липнут к плитке. На ковре вообще равных нет. То есть, эта штука реально магнитится к поверхности, причем как конструктивно, так и по аэродинамике. Вот. А еще, как бонус, у нас есть, получается, что на выбор у нас есть еще и кузова. Вот. Из такого более простого варианта вот это тоже у меня LM получается, да, но LM здесь только моторама. Здесь узкий, достаточно узкий шафт этот, ну, то есть вал. У меня здесь стоит обычная ламба. Ладно, покажу еще раз, чтобы, получается, как-то промелькнуло все. Вот. Вот это у меня ламба на LM. Но эта ламба, она хоть и липнет к дороге, но она себя не ведет как LM, потому что не хватает ей ширины, не хватает какой-то аэродинамики, не хватает магии. Вот нету ни той магии, как в этих машинах. Ну, то есть, да, круто, классно, но вот это, это прям отдельная тема, это отдельный вариант, скажем так, и я всем, всем вообще рекомендую хотя бы раз жизни ощутить и попробовать, что такое LM, шаська, LM кузов. Ну, вроде бы ничего не забыл, конечно же. Вот. да, безусловно, можно здесь и шахт, то есть, длиннее поставить, кузо другой поставить, и будет у нас полноценная LM, но здесь колеса останутся в одном диаметре, и, соответственно, ну, не будет таких ощущений, как вот от этих шасси. я реально вот не узнал, то есть, у меня же, ну, скажем так, мини-зеток уже много, много через на руки прошло, но я не узнал эту машину, конкретно вот эту, в своих руках, почему? Потому что, казалось бы, да, все то же самое железо, но ничего здесь нет сверхъестественного, да, то есть, просто заменили колеса, чуть больше поставили, здесь чуть меньше, и просто перенесли мотор, причем, как вы видите, здесь мотор самый простой, это даже не X-Speed, это обычный мотор, вот здесь у меня стоит X-Speed, и, тем не менее, вот эта машина в стоке, MR02, LM модификации, она вообще себя по-другому ведет, она вообще управляется по-другому, рулится по-другому, и, скажем так, с ней надо еще и очень аккуратно, с ней надо, то есть, уметь обращаться, Mercedes еще раз покажу, но, то есть, для этих машин уже нужно какой-то иметь скилл, уже нужно иметь опыт, уже уметь нужно подбирать шины, скажем так, по температуре и прочему, вот, но однозначно, ребята, я всем рекомендую, из всего того, что у меня проходило через мои руки, вот эти машины имеют какую-то магию, особенную, меня даже формула не так поразила, как вот эта вещь, причем они достаточно тяжелые, хотя казалось бы, что здесь, ну, ничего, сверхъестественного, это обычная мини-зетка, такая же, как и все, которые у меня проходили через мои руки, да, вот, но, вот эти машины, у них совершенно особенная магия, совершенно особенная аура, и, я всем, и каждому рекомендую, советую, и просто желаю, чтобы у каждого из вас, ну, была возможность, скажем так, хотя бы покатать такую машину, хотя бы покатать, а в идеале, конечно же, заиметь такую свою, так, ну, про L-Мки я вам уже рассказал, а во всех остальных нюансах еще будет в следующих видео, скажем так, но, по крайней мере, я сейчас уже счастлив, что L-М моторамы и L-М кузовая у меня есть возможность вам показать вживую, а не просто там на пальцах, как это обычно действует на моем канале. У меня от этом все, надеюсь, вам понравилось, ставьте, что хотите, всем пока!